От искусства к спорту. Они мечтают повторить успехи и Надире Глазовой и Евгении Ламановой. Около 80 юношей девушек собрались на первенство Курской области по фехтованию на рапирах. О том, как рождаются чемпионы и секретах Курской школы, расскажет Александр Юров. Турнир собрал ребят 2006 года рождения и моложе. Для многих это дебют. Но не для Кати Ткаченко. Фехтованием занимается в легендарной Курчатовской школе. Уверенность в себе, как у будущего чемпиона. Мне очень нравятся фехтования и успехи у меня грандиозные, можно сказать. Какие? У меня есть первые места, очень много побед. Заслуженный тренер России Лидия Софиулина, воспитавшая для страны Инну Береглазову, приятно удивлена восходящей звездочкой. Она пришла в том году, в конце прошлого года. Я говорю, где же ты была в начале учебного года? Вот она пришла с подружкой посмотреть. И она за этот год догнала и перегнала своих ровесников, которые год до нее занимались. Вот я надеюсь, что сегодня она меня удивит. Мне не важно, там первое она займет или там десятое место. Мне важно, чтобы она показала мне фехтовальные приемы. Секрет Курской школы фехтования таков упорство и трудолюбие. Плюс тренерский гений Ильдара Мавлютова, который посвятил этому виду спорта всю свою жизнь. Это ежедневная работа Ильдара Масалимовича Мавлютова, который не устает, он любит свое дело. И за дня в день он находится первый в зале и с самого утра уже начинает давать уроки. Инна Береглаза в том числе. И он все время стремится, мечтает, хотя имеет все уже регалии, заслуги. И самый главный результат. Видя олимпийские успехи, дети охотно записываются в секции. В Курской школе фехтования сегодня тренируются более 400 детей. Переполнено и Курчатовское отделение. Имена кумиров на слуху. Какая у тебя есть спортивная мечта? Стать олимпийской чемпионкой, как и Матери Глазову. А еще каких ты знаешь российских олимпийских чемпионок? Ламанову. Александр Юров, Сергей Дорохов, телеканал СЕЙМ.